здравствуйте дорогие товарищи я очень рад тому что мы снова вместе в этом таинственном пространстве под названием интернет ну вот у себя дома наверное или на работе или в машине знаю я у себя дома пока что еще не вышел на прогулку и я благодарю вас как всегда за то что вы пишите комментарии за то что конечно в первую очередь за то что смотрите вообще это все вот за комментарии за то что ставите лайки за то что материально поддержите канал напоминаю вам о существовании плейлистов потому что перед тем как попросить меня что-то показать если при этом эта пластинка есть у меня дома потому что я показываю только то что есть у меня дома я специально не бегаю никуда за альбомами только то что вот в шкафах вот так вот перед тем как попросить что-то посмотрите все таки в плейлисты там очень много уже чего показано так что начните с этого ну а я начну сегодня с того что покажу пластинку очень интересная группа которая называется блонд он блонд группа выпустила три альбома всего к сожалению 69 70 и 71 годы года так текут года ну видимо сильное впечатление произвел альбом бога делана на артистов раз они выбрали это название хотя в музыке ничего от бога делана я здесь практически не услышал за исключением того что музыка хорошая и песня хорошая только это наверное группа была очень популярна в англии что удивительно потому что при нее сейчас мало вообще кто помнит они играли на фестивале white в 68 году вместе с джефферсона и play на doors перед ними прям выступали разогревали потом уже во второй период существования группы там два периода за эти три года не за три даже за сколько за 5 они выступали вместе с дипеопл с отмикрустер с отмикрустер это с я приклеил не специально с дженесис в общем все у них было в порядке очень много концертов но первый альбом продавался не очень хорошо первый альбом его сейчас не показываю потому что вот второй и третий альбом это отдельная история про эту отдельную историю хочу поговорить о первом потом как-нибудь продавался не очень хорошо и главный композитор и лидер группы гитарист по фамилии данье если мне не изменяет память из группы ушел организовал свой коллектив и группа осталась как бы без вокалиста и без гитариста хотя лидером его назвать сложно поскольку он был приглашен в группу в качестве вокалиста именно по объявлению газете melody maker а группа то состояла из состояла из мощнейших музыкантов которые играли на всех инструментах сами тоже умели петь сочинять и прочее 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 но музыка у них настолько хороша я к этому еще приду что им нужен был вокалист с голосом с инструментом голосом и такой человек нашелся вот он я его покажу такой вот такой пазик дэвид томсом дэвид томас это школьный приятель дания и он пришел ему на замену как ты являлся в этот коллектив коммерческая неудача первый альбом по привела к тому что группа лишилась контракта с рекорд лейблом своим искали искали другое и нашли маленькую компанию по названием эндер эндер рекорд стали записывать второй альбом ребер вот этот мой любимый очень хороший очень хорошая просто записывали очень долго потому что музыка у них скажу чуть позже какая записывали долго мучительно были большие проблемы с этим рекорд лейбом но потом пластинка все-таки вышла и она у нас в руках вышла это и вышла вторая следом за ней довольно быстро ну почти через год чуть меньше вот рефлекси нас он и лайф называется она значит что это такое я читал очень много но перед тем как разговаривать здесь я читаю частенько всякие критические отзывы и очень интересная вещь что все сходятся практически на том что звук группы был старомоден то есть группа старомодная да скажем так сейчас но правильно 70-й год какая еще может быть музыка старомодная но она уже в семидесятом году была старомодной и всеми с первым тем более она по звуку она напоминает мне никто кстати об этом не упомянули не упомянул из критиков она напоминает мне альбом группы love forever changes вот это вот прозрачность хрустальный звук всех инструментов такой просто какие-то такие я не знаю резьба по серебру такая и вот все разнесено все слышно все все в воздухе находится парит но это какой был год правильно 67 вот этот звук это такой американский психоделический рок исполненный высочайшими профессионалами композиторские безупречные с идеальной аранжировкой не какой-нибудь там джефферсон я пленда с грязными гитарами там и прочее а тут просто такая почти симфоническая музыка ну как бы как бы не пугайтесь на слово симфоническое как бы все это присутствует и вот этот звук он как раз здесь и мы услышим на этом альбоме то есть очень очень хочется сказать что это но это наверно 67 68 год при этом звук как бы американский но при этом музыка английская и слышно что это никакой американщины здесь нет чисто английская классическая хорошая такая рок музыка больше всего по первой вещи как сэндэскай напоминает муди блюз причем не ранний муди блюз такого уже среднего периода как один критик написал поп-арт но можно и так сказать то есть доходчивая доступная такая музыка но при этом весьма непростая весьма такая как бы арт-рок но вот эта прозрачность которая пришла из вот нет мне все-таки кажется туда в сторону фарева ченжес вот эта прозрачность воздух шестьдесят седьмого года как-то переполз в англию в семидесятый плохо это или хорошо я не знаю мне в общем это совершенно неважно и так все меняется быстро я не исключаю что через 15 лет этот звук будет самым модным вообще и все будут стремиться делать такой звук еще одна штука интересная я как-то говорил о группы о группе red hot chili peppers о пластинке californication где началась так называемая война громкостей да когда с помощью компрессии с помощью различных студийных обработок достигали артисты и продюсеры того что все инструменты рубили максимально громко и всех их было слышно и слушать это на самом деле мне очень тяжело если такой радийный звук заточенный под наушники под айфоны под радио когда ничего не исчезает ничего не съедается а все лупит все инструменты прямо лупят одинаково громко и здесь тоже самое только нет этого озверевшего совершенно озверевший компрессии они сами продюсировали музыканты этот альбом и 2 тоже смысле 2 и 3 и каким-то чудесным образом вот эта самая война громкостей здесь присутствует все абсолютно прет даже когда тихо играют кто-то на гитаре или где-то все просто вот вламывает я не знаю как это продюсерское чудо какое-то получилось я ничего подобного не слышал нигде при том голос очень впереди голос этого самого дэвида томаса который оказалось помимо вокалиста еще очень хорошим гитаристом акустическим и и голос просто в два раза наверное громче чем вся остальная музыка чем вся музыка и это не ломает совершенно все читается все слышно все очень громко и и очень качественно очень тонко очень эстетски я бы сказал но при этом все в драйве все не волнуйтесь никакой вот это ничего такого нет все в темпе в качи драйве повторюсь да еще раз очень интересно ну при этом да при можно сказать что старомодный звук ну ну опять таки скажу не грязный очень просто вот ну кристально чистый кристально изумительно самый оказывается с индеской первый номер похоже на муди блюз немножко брокенхау брокена ус следующий психоделический странный среднетемповый так такой посыл кажется немножко мы уходим в область духа уже без каких-то драйвовых вещей зато hard without a home hard without a home следующая вещь такой вдруг урок при этой чистоте при этом хрустальном звуке вдруг такой темп и жут с жутким фузом гитара гитарная слова но фуз вот здесь не грязнинки на нем не чистейший звук чистейший так постарались так сделано при этом фуз вот он такой жужжащий но очень-очень такой гладкий при этом но очень громкий сочные мощные и очень интересный тайм из песен еще один психоделический такой медленный задел и сокол последняя вещь это уже просто откровенный прогрессивный такой так называемый урок навороты психоделия и гитары и все дела и и и просто слушаешь интересные так куда же это приведет история куда же она приведет почему эту группу не знают у нас я я не понимаю это очень-очень интересная вещь очень крутая новомбер на второй стороне еще один такой задел предваряющий то что будет дальше а дальше будет color questions длиннющая вещь длиннющая и здесь уже гитарная слова по полной схеме минут на десять ну в целом по-моему 12 минут идет вещь может быть даже больше немножко и там гитарная история с фузом без фуза дэвид томас иногда начинает петь как бы приводя всех в чувство что это все-таки песня показывает а не просто вот какой-то такой безумный джем что называется все здесь получат свое любимое и кристальную музыку мелодичную прозрачную сложную красивую навороченную и вот эти гитарные рок истории и в конце релиз песни из двух частей это уже привет почти что рояльные вещи эверсона кита во второй части в первой части психоделическая арт оля муди блюз только усложненная намного песня и во второй части пошли уже оля эмерсон истории музыканты играют как я повторяю уже на всех инструментах все звучит все все выверено все вычищенное все очень красиво и очень необычно потому что голос вокалиста он принято говорить в таких случаях что у нас это просто оперный голос но никакой не оперный конечно оперных голосов вообще я не знаю в рок-музыке потому что оперная школа другая другая школа пения совершенно но вот этот пластичный тонкий с широким диапазоном такой яркий очень чистый 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 мега чистый голос просто удивительно ну и 2 альбом здесь немножко больше акустики но которая не то есть это не является фолк каким-то таким фолковой истории это акустика в ключе рок музыки немножко больше блюзовых интонаций здесь немножко больше пение все-таки пара вещей на первой стороне вообще в блюзовую сторону уходит но при этом это блюз не американский блюз это английский эстетский такой блюз во фраках и сигары и с тросточкой такой блюз не пугайтесь вот этих парней очень интересная музыка на второй стороне больше уже такого классического арт-рока я бы сказал чем две пластинки очень хорошие очень интересная стоящие совершенно особняком от того что мы привыкли называть прогрессивным роком англии начало 70-х годов не похоже ни на ес не на дженесис не на что мы совершенно самостоятельно и самодостаточная музыка вот послушаю еще раз сейчас вот эту пластинку 3 и пойду пить потом